В 1921 году Владимир Маяковский написал стихотворение под названием «Сколько миллионов голодных? Десять», в котором есть такие строки. «Кормит Ара. Удастся ей прокормить миллион детей. Иностранный рабочий помогает. Удастся и ему дать пищу миллиону одному». Ара – это американская администрация помощи. Маяковский сильно ошибся в прогнозе. В 1923 году газета «Известия» писала о том, что в советской России американцы накормили 11 миллионов человек, почти одну десятую часть населения страны, в 28 тысячах городов и деревень, и распределили более миллиона с четвертью продовольственных посылок. Ара отремонтировала 15 тысяч больниц, обслуживающих 80 миллионов пациентов, и вакцинировала 10 миллионов человек против различных эпидемических болезней. Из Вашингтона миссией Ара руководил Герберт Гувер, будущий президент США. Американский конгресс выделил на спасение России от голода 59 миллионов долларов. Это около миллиарда современных долларов. Через Ара фонд Рокфеллера выделил отдельно миллион сто тысяч долларов на поддержку учителей. Это около 20 миллионов современных долларов. Ара поставила 12,5 тонн научной литературы и помогла организовать гастроли МХТ Станиславского в Америке. А что, собственно говоря, происходило в те годы? Что мы знаем о голоде в советской России в начале 1920-х годов? Возможно, вы будете удивлены, но современные исследователи считают этот голод страшнейшим в русской истории со времен Великого Мора при Борисе Годунове в начале 17 века. Американский историк Ричард Пайпс называет его крупнейшей невоенной катастрофой в европейской истории после Средневековья. Представляете себе? Конечно, это была колоссальная социально-гуманитарная катастрофа. Достаточно сказать, что мы до сих пор не знаем точного числа его жертв. По приблизительным оценкам, голод 1921-1922 годов и сопутствующие ему болезни погубили более 5 миллионов человек. Более точных данных нет, поскольку в послереволюционной России статистический учет по понятным причинам ввелся неаккуратно. Чем советский послереволюционный голод отличался от дореволюционного, во время которого, кстати, угадайте, кто помогал русским? Конечно же, американцы. Ради этого был сформирован так называемый «флот голода», доставивший в Россию многие тысячи тонн продовольствия. Правительство США предоставило и финансовую помощь российским губерниям. Сани, изображенные на данной картине, развозят американское продовольствие, привезенное из-за океана пароходом Миссури. Момент прибытия этого судна в Россию присутствует на другой картине, которая называется «корабль помощи». Может быть, вы думаете, что это какая-то идеологическая диверсия, и картины изображают то, чего не было на самом деле? Но нет, это картины известного русского художника-мариниста Ивана Айвазовского, который явно не был идеологическим диверсантом. К сожалению, для России голод был типичным явлением. Например, в XIX веке, в зависимости от природно-климатических условий, голодались периодичностью в 5-7 лет. Из-за неурожая в 1840 году и особенно в 1891-1892 годах наблюдалась массовая смертность от голода. Широко распространились дистрофия, голодная проституция, матери бросали детей, были случаи убийства врачей. Но голод 1921-1922 годов был беспрецедентным по своему масштабу. Он охватил огромную территорию от Урала до Черного моря, где проживало свыше 30 миллионов человек. То есть это было не только по Волжье. То, что голодало лишь по Волжье, это устоявшийся стереотип. В 1921-1922 годах бедствовали Южный Урал и Приуралье, Среднее и Нижнее по Волжье, кроме портовой Астрахани, Кавказ, Украина и Крым. Не будем забывать, что послереволюционный голод в России начался с крупных городов. Например, жители Петрограда голодали уже зимой 1917-1918 годов. Сказывались последствия двух войн – Первой мировой и Гражданской. Аграрное производство было в упадке, а через год ситуация только ухудшилась. Это привело к массовому бегству людей из бывшей имперской столицы и росту смертности среди оставшихся горожан. О масштабах бедствия красноречиво говорит такой факт. К 1920 году вымерла в буквальном смысле половина членов Академии наук, а население Петрограда сократилось почти вдвое. Поэтому главной целью военного коммунизма было давление на деревню, чтобы крестьяне поделились хлебом с городом. Но крестьяне к тому времени меньше сеяли, чтобы не отдавать излишки. А когда в большинстве регионов случилась засуха несколько сезонов подряд, люди остались без запасов. И вот тогда голодать пришлось уже крестьянам. В марте 1921 года на 10-м съезде партии Ленин признал, что в голод невозможно взять излишки у крестьян, потому что их просто нет. И что если не решить проблему голода в среде крестьян, то это может привести к гибели государства. Несмотря на это, когда голод уже стал массовым явлением, правительство Ленина пыталось его скрывать, рассказывая в газетах о плане электрификации страны. Гойл-Ро, когда бедствие приняло катастрофические размеры, правда, наконец сообщило, что в стране голодают 25 миллионов человек. В реальности цифра была намного больше. Патриарх Тихон обратился с просьбой о помощи. Епископу Нью-Йоркскому, через вас зову народ Соединенных Штатов Северной Америки. В России голод. Огромная часть ее населения обречена на голодную смерть. Хлеба многих губерний, бывших раньше житницей страны, сожжены засухой. На почве голода эпидемии. Необходима самая широкая помощь. Всякие соображения иного порядка должны быть оставлены в стороне. Гибнет народ, гибнет будущее. Ибо население бросает свои дома, земли, поля, хозяйства и бежит на восток с криком «Хлеба!». Промедление грозит бедствиями, неслыханными доселе. Высылайте немедленно хлеб и медикаменты. Из обращения Максима Горького. Для страны Льва Толстого и Достоевского, Менделеева и Павлова, Глинки и других всемирно ценных людей наступили грозные дни. И я смею верить, что культурные люди Европы и Америки, поняв трагизм положения русского народа, немедленно помогут ему хлебом и медикаментами. И американцы не заставили себя долго ждать. Самую большую помощь предложила американская организация АРА. Она, как гласила заявление, ставит себе только одну задачу – оказать посильную помощь русскому народу, главным образом голодающим, больным и особенно детям. «Мы, как христианская нация, должны приложить больше усилий для предотвращения этой трагедии». И вот уже спустя всего лишь год, в 1922-м, Максим Горький писал с благодарностью. «Щедрость американского народа воскрешает мечту о человеческом братстве в момент, когда человечество отчаянно нуждается в поддержке и сострадании. Ваша помощь будет вписана в историю как уникальное гигантское свершение, достойное величайшей славы и надолго останется в памяти миллионов русских детей, которых вы спасли от смерти». Да уж, американская помощь настолько глубоко вписана в российскую историю, что о ней сегодня почти никто не знает. Благодарность русского народа настолько огромна, что ее попросту не видно. Лев Троцкий писал в том же году. «Ара будет кормить, когда пароходы подойдут и дело разобьется, 5 миллионов взрослых голодающих. Если сравнить с этим другие европейские организации, то окажется, что они все вместе выполняют работу в 10 раз меньшую. Роль Ара огромная, великодушная роль предстанет перед нами тогда в подлинном своем свете». Злопыхатели обязательно скажут, не скрывая своей язвительности о том, что американские буржуины якобы попросту зарабатывали деньги на бедствующих советских гражданах, ведь большевики, скорее всего, рассчитывались за продовольствие царским золотом. А вот и нет. Помощь была совершенно бесплатной. Зампредседателя Совета народных комиссаров Лев Каменев совершенно официально заявлял. «Благодаря громадным, совершенно бескорыстным, повторюсь, бескорыстным усилиям Ара, миллионы людей всех возрастов были спасены от смерти, и целые селения и даже города уцелели от грозившей им страшной катастрофы. Народы, населяющие Союз Советских Социалистических Республик, никогда не забудут оказанной им американским народом через Ара помощи». Да, возможно, интеллигентный и образованный Каменев и не собирался забывать о великодушии американцев, спасших миллионы советских людей. Только вот сами спасенные граждане СССР относились к помощи США, знаете как? Как к чему-то само собой разумеющемуся. Причем не просто без капли благодарности, а даже с подозрительностью и презрением. Такое впечатление, что советские граждане считали, что американцы им чем-то обязаны, либо оказывают помощь, руководствуясь каким-то своим тайным умыслом. Недоверие было огромным. Впрочем, в России и до сих пор все так же относятся к американцам. Но в начале 1920-х это было настолько дико, что некоторым известным советским людям пришлось плясать с бубном, чтобы хоть как-то оправдать особенности поведения сограждан перед ора Американской администрации помощи. Корней Чуковский даже написал американцам анонимное письмо от лица некой женщины, в котором объяснялись некоторые особенности неблагодарной русской души. Это письмо – настоящий памятник эпохи. Стоит процитировать его полностью, чтобы вы смогли в полной мере оценить атмосферу происходящего в те годы, масштаб помощи и не вполне адекватность большинства граждан Советской России. Впрочем, главную причину этому Чуковский очень точно формулирует в самом конце письма. Ни чая по утрам, ни хлеба. Я сплю в пальто. В чернильнице замерзшие чернила, печка оставалась нетопленной всю зиму, вся мебель давно уже сожжена. Я надеваю перчатки и беру книгу. Без перчаток невозможно переворачивать страницы, они тоже замерзшие. Книга полна идеализма, но я отмечаю только пассажи, имеющие отношение к пище. Какими едоками были герои знаменитых романов? Пиквик, Анна Каренина, Родрик Хадсон, Мадам Бавари. Пытаясь избежать голодной смерти, моя семья и я покинули Петроград и отправились в деревню. Но оказалось, что крестьяне едят глину, мышей и древесную кору. Смерть была им более знакома, чем нам. И через три месяца моя семья и я вернулись в Петроград умирать. Однако, когда мы приблизились к вокзалу, я увидела то, что мне показалось чудом. Двух веселых детей, которые стояли на ступеньках у входа в здание, а когда я взглянула на них, они засмеялись. Я не могла поверить своим глазам. В течение трех лет я не видела смеющихся детей. Мальчики и девочки, которых мне доводилось видеть, выглядели как старики и старухи, морщинистые, серые и сердитые. Но эти дети стояли и смеялись, как будто весь молодняк Петрограда воскрес. Они дрались, как дерутся дети. Они задирали и дразнили прохожих, шарили по повозкам, преследовали извозчиков. Все говорили, что откуда-то издалека, из какой-то Америки, приехали странные непонятные люди. Это были такие странные парни, которые привезли с собой настоящий сахар. Учтите, не сахарин, и белую настоящую белую муку, и кормили бесплатно. Да, и вправду, бесплатно кормили слабых и больных детей. Вскоре в детском языке возникло новое слово «американица», что означает «наесться от пуза, досыта». Возвращаясь домой, дети пыхтели. «Американцы накормили меня сегодня досыта». Если они хорошо приготовили уроки, они говорили «Мы выучили урок по-американски». Один мальчишка, восхищаясь мускулатурой своего приятеля, называет ее «настоящей американской». Вскоре мы узнали и обозначения букв А, Р, А, которые произносились нами одним словом «Ара». Это слово звучало часто и повсеместно обрело русские окончания. «Аровский», «Аровцы», «Арский». Вместо «Ура!» наши дети кричали на улице «Ара!». Удивительно ли, что голодные отцы завидовали быстро поправлявшимся детям. Мы стали пролетариями, а наши потомки превращались в буржуа, которые возвращались домой и хвастались. Вы жуете огурцы и картошку, а нам сегодня давали горячие макароны и какао. Удивительно ли, что каждый ребенок хотел принести своей матери хоть немножко макарон. Стараясь сократить растущий разрыв между родителями и детьми, Ара разработала планы помощи родителям. Я получила письмо от одного берлинского издателя с известием о том, что он напечатает одну из моих старых рукописей, и что в качестве аванса он посылает мне три продуктовых посылки через Ара. Только подумайте, три продуктовых посылки Ара. Знаете ли вы, мой дорогой Рокфеллер, что значили для меня эти три посылки Ара? Можете ли вы понять, как я благодарна Колумбу за то, что он когда-то открыл Америку? Спасибо, старый мореход, спасибо, бродяга. Эти три посылки значили для меня больше, чем простое спасение от смерти. Они дали мне возможность вернуться к литературной работе. Я снова почувствовала себя писателем. Но как долго эти посылки добирались до меня? Мои дети бегали каждый день в бюро Ара на морской, и каждый день возвращались с пустыми руками. Я сомневаюсь, может ли хоть один американец понять мою радость, когда вся семья тащила домой тележку с долгожданными посылками Ара и волокла их на третий этаж в нашу квартиру. Не чудо ли, что с другой стороны света какие-то янки, о которых я слышала всю свою жизнь, как о людях бессердечных, поклонниках наживы, посвятивших себя торговле, не чудо ли, что эти люди преодолели тысячи миль, чтобы накормить и сделать меня счастливой? Я почувствовала в этом наступление новой эры и новой хорошей эпохи. Киев страдает, и Нью-Йорк это чувствует. Беды Петрограда волнуют Бостон, как будто все города соединены воедино. Москва становится соседкой Чикаго. Океаны и горы, которые служили разъединяющими барьерами, перестали существовать. Не начало ли это эпохи, предсказанной американским поэтом? Все ли нации общаются? Должно ли быть одно сердце на земном шаре? Если бы меня спросили, испытывает ли русский народ настоящую благодарность к американскому народу, спасшему тысячи жизней от болезней и смерти, я была бы вынуждена ответить честно. Едва ли. Отдельные люди испытывали глубокую благодарность, но не массы народа. Хотя я касаюсь только Петрограда и Москвы. Причины, однако, легко понятны. Мы пережили войну и революцию. Человек, прошедший такие испытания, перестает доверять кому-либо. И верит только в себя. Потому что за множеством высокопарных слов и фраз скрывался обман. Даже теперь, видя, как Америка кормит наших детей, у нас говорят. Это не искренне, это должно быть какой-то трюк. Газеты поощряют такое отношение. В печати постоянно появляются рассказы о том, что американцы скупы и расчетливы, что по-настоящему хорошими американцами являются негры и рабочие, а все остальные жулики. К сожалению, русский интеллектуал-интеллигент едва ли знает американского. Он слышал только об Уолл-стрите и Фокстроте. В России нет книг по американской истории. Наши люди почти ничего не знают о американской литературе и науке. В то время как наши русские магазины забиты дешевыми переводными немецкими романами, единственным переведенным у нас американским писателем является Эптон Синклер, который учит наш народ видеть отрицательные стороны Америки. Русский средний класс ничего не знает о том, как была создана АРА. Никто не объяснил народу ее идеалы и цели. Они знают только заносчивых, спешащих американцев в быстрых автомашинах и говорят, такие люди не могут кормить нас просто так. Прежде всего, в глазах русских эти люди не выглядели добрыми. Они вечно заняты, всегда торопятся, всегда официальны и всегда кажутся глядящими с высоты, занятой ими руководящей позиции. Я часто замечал, что после личного общения с американцами русские казались обиженными. Им хотелось, чтобы американцы не только кормили их, но и проявляли доброжелательный интерес к их личной жизни. Американцы же до предела сдержаны. Поэтому пришли к выводу, что американцы бесчувственны и крайне формальны. Все вышесказанное об отношении русских к АРА – не просто мое личное мнение. Я ссылаюсь на знаменитый роман Пельняка «Третья столица» 23-го года, в котором представители АРА выведены как пьяницы. Ни в одной русской книге я не заметила доброжелательного отношения к АРА. В одном из маленьких театров недавно распевали. Американский дух слишком долго смешивался с русским. Пришло время поставить АРА-мат. Но поймет ли АРА этот мат? Публика смеялась. Никому не пришло в голову выбросить эту песенку из репертуара. Но можно ли винить простого человека с улицы за то, что он так невежественен? Нет. И не обвиняйте его слишком строго в неблагодарности. Потому что только свободные люди могут ощущать и искренне выразить свою благодарность. Потому что только свободные люди могут ощущать и искренне выразить свою благодарность. В этой фразе заключено почти все, все, что нужно знать и понимать о России всех времен. Едва минула критическая фаза бедствия, большевики начали тяготиться помощью Америки, дискредитирующей в глазах населения советскую власть. Уже в июле 1922 года правительство Ленина шокировало мир, заявив о намерении возобновить экспорт зерна. Вы представляете, в январе 1923 года в Одессе можно было видеть следующую картину. Американский корабль в порту выгружал продовольствие для голодающих, а рядом грузилось зерном советское судно для отправки в Гамбург. Видя, что заботу о прокормлении голодающих советских граждан взяли на себя иностранные организации, советское правительство обратило свои ресурсы на иные цели. 25 августа, через три дня после подписания договора с Гувером, Литвинов сообщал в Москву, что он продал в Англии драгоценностей на 20 миллионов золотых рублей и что покупатель готов приобрести еще на 20 миллионов фунтов стерлингов – средства, превышающие пожертвования из-за границы голодающей России. В начале октября 1921 года Троцкий давал строго секретные указания советскому агенту в Германии Виктору Троппу разместить заказы на винтовки и пулеметы на сумму 10 миллионов золотых рублей. Об этом стало известно осенью 1922 года, что вызвало сильное изумление в американских благотворительных кругах. Сведения о том, что советское правительство сбывало собственные продукты за границу во время голода в собственной стране, шокировало общественное мнение Запада. Советские власти объяснили это тем, что им нужны деньги для приобретения промышленного и сельскохозяйственного оборудования. Гувер выразил протест против бесчеловечной политики правительства, отрывающего у голодающего народа продовольствия в обмен на импорт оборудования и сырья ради успешной хозяйственной деятельности тех, кому посчастливится выжить. Но поскольку худшее было уже позади, большевистские власти пренебрегли мнением Запада. Сообщения об экспорте зерна из России сделали невозможным сбор средств в ее пользу. И в июне 1923 года иностранные общественники прекратили свою деятельность в России. В этих условиях США начали сворачивать свою работу. Накануне закрытия, например, уфимского филиала, местным властям Москвой было рекомендовано. При отъезде АРА приветствия, благодарность, проводы могут быть устроены, но должны носить абсолютно официальный характер от имени местных циков, СНКОМов, губисполкомов. Ни в коем случае не должно быть массовых от имени населения благодарственных актов и выступлений. Впоследствии советская пропаганда будет рассказывать о шпионской и подрывной деятельности США в эти годы. Антиамериканизм насаждается и по сей день. Эту уловку наверняка знали еще вожди первобытных племен. Нарисовать на стене пещеры образ врага. И пока народ швыряет в него камни, тащить мясо из общего котла. Откуда потомкам спасенных от смерти знать правду? Тем более, что это правда как-то не вяжется с политикой Кремля. Однако, столь масштабная помощь оставила множество документальных свидетельств в российских архивах. Несколько лет назад Национальный музей Башкирии, особенно пострадавший от голода тех лет, организовал выставку, посвященную миссии АРА. Впервые за всю историю. Выставка действовала всего пару дней и была закрыта по звонку сверху. И это абсолютно естественно для России. Как можно говорить о роли США в спасении русского народа от голодной смерти, когда на всех федеральных телеканалах сегодня принято называть Америку врагом, всячески притесняющим Россию? А ведь у современных россиян среднего возраста должны еще остаться в памяти события 1990-х, когда после краха Союза разоренная и нищая страна нуждалась в помощи. И она ее получила от Соединенных Штатов Америки. Provide Hope – операция военно-воздушных сил США по доставке продовольствия в Россию и страны СНГ осуществлялась с 1992 по 1997 год. Америка возила покушать России целых пять лет. По сути, Россию кормила НАТО. НАТОвские самолеты привозили покушать нынешним критикам США. Молодые Соловьевы, Скобеевы, Киселевы и прочая Шушера уплетали гуманитарку за обе щеки. Пятьсот рейсов было осуществлено за это время. Или снова забыли. А стоит ли упоминать Ленд-Лиз? Или этот момент все еще имеет свой отпечаток в памяти? Хотя и его искажают и извращают в угоду культа личности и величия СССР. Таким образом, несмотря на постоянную политическую конфронтацию, в трудные времена американцы, грубо говоря, всегда кормили россиян. А как только те восстанавливали свой калорийный запас, то всегда начинали хорохориться и звереть. Равно как и сейчас. Путинская Россия верными шагами движется к очередному краху, во время которого вернется эпоха пустых полок, очередей и драк за последнюю бутылку водки. Не удивлюсь, если через какое-то время первые же, кто откликнется помочь голодающему российскому народу, будут именно США. Но вот беда. Неблагодарные поколения все равно не узнают того, как их дедов вновь спасали кровожадные янки от голодной смерти. Уважаемые американцы! Четыре раза за последние 150 лет вы спасали русских от голода. Они крепли, вставали и начинали бузить по всему миру, мешая нормальным людям нормально жить. Каждый раз все по кругу. Слушайте, а может хватит уже их кормить, а? Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть дополнительные видео, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok